солдаты находились под власть акторит прежде всего империум это как бы то есть они с этим человеком шли на смерть он там не прятался он там вместе с ними выдерживал лучный обстрел он ел с ними из одного котла понимаешь да уже я смотрю почему я плане вполне возможно что решили сделать что-то для бессмертия ну как не пугай меня пожалуйста вот давай скажем так надеюсь нас не посадят да вот я энтузиазма никакого не наблюдается возможно что тяжелые испытания мы перешли в эпоху тяжелых испытаний они заставят нас лучше понимать себя для того чтобы выжить среди своего народа золотые слова лучше понимать себя абсолютно вот с точки если вы то там это а если вы это там и тогда вот это вот злые языки говорят что ему такой вот такую дорожную карту вручил знаешь я думаю что внутренняя стабильность в стране может закончиться и без ядерного грибка если вас кто-то спросит почему мы умерли ответьте им потому что наши отцы нам уголь уважаемые зрители дорогие друзья это александр бобылев и народ и сегодня на связи со студии очень подходящий человек для обсуждения всего того что с нами стряслось последние дни впрочем вы его хорошо знаете мой коллега хороший товарищ журналист анатолий баранов анатолий юрьевич я тебя рад приветствовать а приветствую тоже юрьевич и не надо потому что у журналистов как у негров отчества не бывает что ты знаешь а я тебе не льстил насчет того что подходящий человек ты знаешь да дима потапенко назвал канал александр бобылев и народ лево народное такое я левый народник я вот всегда на эмоции только вот на раз-два ты меня пожалуйста модерируй в этом плане ну и собственно говоря ты для меня сегодня эксперт гость вот друзья я вот не в обычном виде и это совершенно не обычный формат хотя мы на столе делали посиделки если помните кажется в апреле месяца и если бы не змея редактор который все наши с тобой матюги вырезал до получилось бы вполне полчаса приличного оставила полчаса там матьюгов по эстетическим соображениям убрал соответственно но это эфир зашел так что друзья не переключайтесь будет интересно и в общем то ты знаешь я честно говоря свою задачу вижу в том чтобы люди с ума не сошли только вот мне многие в комментариях пишут без тебя совсем там крышу сносят то есть мы давай все таки психотерапией займемся но так не не как бы не 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 до искажения картинки ладно на самом деле сейчас это не моя мысль что для нормального человека сейчас находиться в состоянии депрессии наоборот психически неровном состоянии это и есть как раз но форму если человек ведет себя подобно чурбану который не прошибаем ничем то это вот это надо лечить хорошо значит началось с того что путин обратился к народу и сказал дорогие друзья ты знаешь я вот не поленился заглянул в википедию и вычитал там следующее определение дружбы дружба это личное устойчивое отношение между людьми на основе симпатии уважения общих интересов духовной близости взаимной привязанности и понимаем давно нам путин ничего хорошего не говорил не сказала в этот раз как ты считаешь народ и путин они друзья вообще вот сейчас на данный момент правильно это не братья и сестры как в свое время аллегорически кроме этого еще была советское время такая бензопила дружба цепью от этой бензопилы дрались жестоко очень так что есть такая аллегория и насказание вот на руку наматывали страшно ужасно вот и сказать что путин и народ друзья или даже враги мне кажется но есть приличные слова эти субстанции живут в разных пространствах они эти пространства пересекаются лишь периодически по некоторым каким-то полным а так они они друг другу никто но вот сейчас пересеклись так пересеклись я со многими людьми говорил вот они давай я тоже там по науке там пытаюсь выразиться экзистенциальный кризис переживая то есть это когда не понимаешь для чего ты живешь президент как я уже сказал нам ничего хорошего в последние годы не говорит но я хотел тебя попросить о философии вот дать свое впечатление от того что услышал ну а дальше там разберем это все подробно и по косточкам общее впечатление твое ты же наверняка смотрел я все время смотрю у путина но лучше нормально вот так сказать что чуть ближе микрофон и могу сказать что есть несколько путиных не не в смысле мужчина который говорит об актерах которые играют роль путь а просто временной такой разверстки есть ранний путин есть путин так сказать периода расцвета есть вот путин нынешний это в общем весьма разные люди я понимаю 22 года в общем довольно большой промежуток времени человек он развивается в ту или иную сторону растет вверх или вниз поэтому это естественно как ранний брежник и поздний брежник это в общем даже внешне не похожие между собой люди и мира но но это так сегодня мы живем во времени мне так все таки кажется угасающего путин и угасающий путин он же не хочет это есть это не то чтобы он такой это естественное стремление любого человека ну подольше коптить на этой земле еще что-то успеть и сделать и вот мне так кажется что в какой-то момент он и его окружение ближайшее а ближайшее его окружение это я так понимаю люди того же возраста того же круга давно с ним знакомо вполне возможно что решили сделать что-то для бессмертия ну как не пугай меня пожалуйста я сам боюсь я сам боюсь я прошу прощения зверский зверь там ходит слушай а там раздается звук такой пи это у тебя или у меня не у тебя надеюсь зрителям это не слышно ну ладно я знаешь что тебе хочу сказать вот речь-то шла мобилизации до мобилизация такое практически философское понятие вот для меня например в этом плане как ни странно путин ничего нового не сказал потому что я давно мобилизации да и ты тоже друг мой ну вот по крайней мере то время которое мы с тобой знакомы и я думаю что большинство наших соотечественных да потому что жизнь в россии не сахар это такое знаешь даже вот не камера чуть накренилась ну да ладно а это ну-ка погоди да 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 ты просто не по центру это не я это тут ходит это тут ходит давай ешь что путешествие пробила на траве вот но я в том что сказать мы мы все как пионер будь готов всегда готов и вот это вот пионерская готовность она видимо уже наша такая народная черта. Возьми вот русскому человеку и скажи ему, будь готов. Он обязательно ответит, всегда готов. Уже потом подумает, к чему он готов. И готов ли, да и зачем вообще это. А ответит обязательно, всегда готов. Слушай, ну вот что еще мне не понравилось. Вот все, что было заявлено, мне так показалось. И вообще, ну вот как это все происходило, я видел, что это делается все сгоряча. Еще неделю назад Дмитрий Песков категорически выразился по части мобилизации. Прошло там буквально несколько дней. И референдуме, пожалуйте, и мобилизация тоже частичная. Но на самом деле ты знаешь, никто мне толком не объяснил, о чем она отполнена. Отличается. То есть я не вижу никаких регуляторных. Ну как? Сразу всех призвать не получится. А, ну то есть потихоньку. Шойку сказал, это такой процесс был, да? Ну да, естественно. Ну, ты же представляешь себе, несколько там, миллионов человек одеть в зеленые штаны разом. Разом невозможно. А есть только штанов там? Узнаем скоро. Как появятся войска с голой задницей, значит не хватает. Ну, слушай, тебе бы все шутить. Я просто говорил с Красновым, с нашим с тобой, с товарищем, значит, спрашивал его мнение, как это все будет реально на деле происходить. Вот он вспомнил совещание в Центральном административном округе с участием там, значит, префекта там и так далее, военных, МВД. В общем, не получилось там в каком-то то ли в осеннем, то ли в весеннем призыве, сейчас уж не упомню, набрать нужное количество призывников. Вот. И, значит, там много проблем, ну, ты сам все это знаешь, самые практически там утерянные данные учета, МВД там особо этим не хочет заниматься, потому что, ну, там, знаешь, на совещании откровенно заявлено, о чем мы их ловим, вам приводим, а вы их за деньги отпускаете. И я у Краснова спросил, а сейчас-то как? Он говорит, ну, думаю, что с тех пор лучше не стало. Что ты думаешь, вот, по части вообще осуществимости этой меры? Начнем с того, что есть такая газета «Мостлут Таймс», она, по-моему, иностранный агент и совсем плохая. Тем не менее, они собрали 15 высказываний высказываний высших должностных лиц о отрицающих... С вырванными зубами о том, что мобилизации не будут. Ну, то есть, их последовательно, включая, повторю, последнее официальное заявление Пескова 16-го числа и в тот же день столь же категорично высказался Слутский. Вот. Это я не про мораль. Это я про то, Это мы с тобой про дружбу. Дружба, вот я опять обращаюсь к определению. Это не про мораль. Это отношения, основанные на взаимном доверии. А как доверять? Это мобилизационные готовности. Если еще несколько дней назад высшие должностные лица ничего об этом не знали, то значит сама система призывных пунктов, военкоматов и прочего и тому подобного только сейчас начинает раскачиваться. А речь идет о первичном хотя бы призыве все-таки трехсот тысяч человек. Это большая войска, которых надо где-то собрать, накормить, одеть, поставить перед ними задачу, потом еще и обучать где-то. Я не уверен, что у нас есть где разом провести переподготовку трехсот тысяч человек. Переподготовку нескольких сотен, может быть, даже нескольких тысяч, никаких проблем. Но тут другой порядок. Вот. Ну, потом переподготовка проблема, потому что, допустим, перед тем, как призвать в Красную Армию в 41-м году, ну, возьмем конкретно, Эренбург, проходил переподготовку, будучи офицером, будучи участником... Илья Эренбург, писатель. Будучи, он в данном случае был репортером. Мой любимый роман у него «Буря», я им зачитывался. Перед тем, как отправиться на фронт, на курсах выстрел, он проходил переподготовку, это очень хорошее место для переподготовки, вот сам бы сейчас с удовольствием прошел на курсах выстрел. Вот. Два месяца. Причем, что он был участником воин, он вполне был такой подготовленный товарищ по своей военной учетной специальности. И тем не менее, два месяца переподготовки. Сейчас, когда вот отправляют всяких добровольцев в действующую армию, все ограничивается сроком меньше месяца. Я думаю, что этого мало. В частности, во-первых, непонятно кого. Только что говорили, что будут призывать молодых людей, отслуживших буквально в пределах трех лет, тысячи неуспевших. Ну, это то, что называется мобилизационный резерв. Мы с тобой это обсуждали, два миллиона человек. Но уже пришла корректива. Уже говорят, что среди тех, кто будет мобилизован, уже, допустим, три тысячи медицинских работников. Это сейчас самая востребованная специальность, потому что люди гибнут от неоказания помощи, от кровопотери. А то, что восемь лет еще, по-моему, водители не обращал. Самая востребованная специальность еще водителя, который... Но это уже другая история. Найти три тысячи врачей нужной специальности, которые три года проходили еще с опытом боевых действий, такого количества, я подозреваю, просто нет. Значит, будут нести каких-то других врачей, у которых или более длительный срок от перерыва между какой-то там воевой деятельностью и гражданской жизнью, или еще что-то такое. И скорее всего огромное количество очень хороших специалистов не попадет под мобилизацию, потому что их просто не отпустят. Ну, как отпустишь главного районного хирурга, допустим, целый район останется практически без хирурга. Слушай, а военным не пофигу случайно, что район останется? Не настолько. Ну, там же как, там же сейчас начнутся все эти совещания, ну, ты же знаешь всю эту кухню, там будут стучать кулаками по столу, требовать. Губернатор вызовет военкома и скажет, друг мой, ты мне, пожалуйста, здравоохранение не оголяй. Вот у нас есть Иван Петрович Иванов, очень хороший мужик, пьющий, вот его не жалко. А то, что Иван Петрович Иванов, ну, может, не очень подготовленный для этого дела специалист, это уже дело действительно. Толя, а можно я вклинить твой рассказ, мне кажется, сейчас очень важную вещь затронул, я ее хочу немножечко, знаешь, так покрутить и раскрыть. Вот ты же сейчас описываешь такую вот региональную подоплеку всех этих мобилизационных мероприятий. Я тебе хочу сказать, ну, ты знаешь, да, у меня был опыт взаимодействия с районной администрацией, не так далеко от Москвы. Я тебе хочу сказать, что тем людям, которым кажется, что Русь преодолела феодальную раздробленность, да, ничего подобного. Вот это абсолютно такие ментально, во всяком случае, точно отдельные земли, потому что, ну, там у меня был не очень приятный повод, предприятие, которое там построил, туда подъехали местные бандюки. Я там в администрацию пошел, говорю, так и так, они говорят, ну, да, вот у нас вот так. Есть еще, правда, говорит МВД, который никаким авторитетом не пользуется, ни у нас, ни у жителей. Вот, поэтому, ну, все, сам смотри, хочешь договаривайся, не хочешь, не договаривайся. Вот, и мне представители этой бандитской общественности, ты знаешь, что говорили? Они же так, почти с такой отеческой заботы, что, ну, местность дикая, ходят разные невоспитанные люди, не дай бог там какое-нибудь плохое слово там на стене напишут, или там бутылку с керосином кинут, а меня там жгли два раза, то есть вот местные не приняли того, что на каком-то месте, вот, извиняюсь за тавтологию, ничего не было, а потом что-то стало, да, воткнулось в какое-то здание, а мы тут грибы раньше собирали. И, ну, я, соответственно, там, значит, по линии МВД я стал решать этот вопрос, приехали два целых полковника, и что ты думаешь, у представителей местной общественности была какая-то паника? Да нет. Они говорят, ну, мы же для вас стараемся, ну, сами понимаете, тут, ты потом, понимаете, вы из Москвы, мы местные, у нас тут свои правила, ребят, что вы вообще приперлись? Та же фигня 20-го числа, сегодня 22-го, вот 20-го числа у моего одного знакомого сожгли дом второй раз со второй попытки, первый раз поджигали, не дожгли, вот, та же самая ситуация, правда, не в Подмосковье, а на Алтайском крае, в Алтайском крае, вот, большой бизнес сельскохозяйственным, 2000 гектар земли, ну, это много. Это, это все стандартные истории, я чуть-чуть, я подозреваю, что их миллион, этих историй. Я, я, я на другую вещь хотел сакцентировать твое внимание, вот, давай, скажем так, надеюсь, нас не посадят, да, вот я энтузиазма никакого не наблюдаю в народных массах по поводу этой самой мобилизации, в отличие от ситуации 2014 года, когда народ там требовал и кричал, что там вперед за братушек, за сербов, мы там, значит, живот должны положить за други свои, вот нет ничего такого, зато сегодня там, значит, фотография пробок на границе с Казахстаном, люди пешком уходят, на машинах, и, ну, по кругу знакомых сейчас просто полный, такой, полная прострация, не понимают, что делать, но, ты знаешь, кто-то злорадно у меня в мордокниге написал, что какие-то бабушки, которые там топили, значит, за специальную военную операцию, днем переобулись, у кого-то по лимешу там порезка пришла, у кого-то внуку, то есть уже, понимаешь, мы в какой-то, в такой, в новой ситуации, и вот с этой точки зрения, то есть вот эта механика, как, вот с учетом региональных всяких местных особенностей, вот народ там почешет репу и скажет, а что нам, куда, зачем, не понимаем, да, ну и как-то вы там, в Москве там свое, а у нас тут свое, вот это просто жизнь, понимаешь, это не, я не политологию какую-то тебе рассказываю, а посконную сермяжную с земли, вот как ты думаешь, что с этим делать вообще? Ну, начнем с конца, тут у нас уже обещали людям платить от 200 тысяч в месяц, вот в этих самых вот дальних венях, где последний хрен без сыра доедают, это сумасшедшие эти деньги, да честно говоря, вообще хорошие зарплаты, 200 тысяч, просто хорошие, и выше, и я подозреваю, что желающие будут. Другое дело, что это будут за желающие, вот сейчас человек, похожий на Пригожина, по сонам набирает тоже, так сказать, весьма боевой контингент. Я не знаю, что у него получится, потому что, допустим, во время Отечественной войны, там на зонах сидело полно красных командиров, и прочих, полезных для фронта, трудящихся, и, в общем-то, люди попадали в соответствующие штрафные части, и потом, значит, проходили реабилитацию, все было нормально. То же самое, кстати, было у проклятых германских нацистов. Был такой... Как ты эту фамилию помнишь? Назови, пожалуйста. Дирливангер. Полковник? Подполковник. Подполковник. Но там чуть-чуть был один нюанс. В Германии со средних веков браконьерство является очень серьезным преступлением. И Дирливангер старался в первую очередь в свой отряд набирать браконьеров. Понятные причины. Но, тем не менее, здесь, повторю, у нас никакого открытия... Это был такой Вагнер, да, с времен Второй мировой войны. Да, да, да. А так и назывался отряд Дирливангера. Да, и фонетически похоже. Интересно. Да, да. Вот. Но на финал... Ну, конечно, эту ситуацию на фронте такие вещи не спасают. Хотя, в общем-то, все подмога, все в строку. А вот что касается дубины народной войны, пока она как-то не сильно поднимается. Это очевидно. Потому что, ну что, где очереди военкоматов? Что смешно было? Нету? Ну, так и до мобилизации не было. Давай скажем. Не посадят нас? Ну, посадят. Ладно, заправлю. А куда посадят? Пойдем к этому тут же. Как вы? Вот знаешь, мы... Надо, наверное, нам извиниться перед зрителем. Мы им хотели там психотерапию. А сами опять, как это... Помнишь, на Балтике был такой дивизион плохой погоды. Сторожевики, торпедные катера во время Великой Отечественной войны. И вот мы с тобой тоже, агентство плохих новостей. Но у нас же с тобой стафа нету, как время в новости, где там мальчики, девочки сидят сутками, выискивают какие-то позитивные новости по всем медийным полям и огородам, что у Владимира Владимировича, там, Ивана Ивановича, вернее, оговорочка по Фрейду, повысились надой его коровы там на целых пять литров. Иван Иванович бухать просто перестал, коровы, коровина кинул там охапку сена, вот она и дается сначала лучше. Но это уже опускается. Ну вот, не знаю, что с этим делать. Давай тогда, знаешь чего, чтобы у людей какое-то понимание было и представление, все-таки мы посиделки-посиделками, политологии мы с тобой не избежим, произошло примерно следующее, как я понимаю, с точки зрения политики, да, некое тактическое действие, а Путин, как всем хорошо известна тактика, которая позволяет, ну, скажем так, избежать сейчас неприятностей каких-то в ближайшее время, хотя не факт, все зависит от темпов, с которым резервисты будут поступать на фронт. Вот, и одновременно, ну вот, поскольку объявлено об этих референдумах, об этих референдумах на занятых территориях, значит, погрозить пальцем с западным партнером, сказав, что, если что, там мы применим и ядерную доктрину. И вот здесь вот вечер совсем перестает быть томным, правда, я тебе хочу сказать, что у меня личное впечатление, Путин же вот последние две недели проговаривался, что, в общем-то, он был бы уже бы не против переговоров, но украинцы не хотят такие-сякие. Вот, мне кажется, что вот в этом повышении ставок и эскалации определенной есть и приглашение к переговорам. Тебе так не показалось? Ну, то есть, вот давай простым языком зрителям скажем, что я вот, я вот, я вот крутой парень, я могу еще рисковать. Вы меня рано списали, что? Значит, соответственно, давайте лучше со мной договоритесь, а то держите меня семеро. Вот, что скажешь? Или это я желаемое за действительное выдаю? Действительно, почему нет? На самом деле, на самом деле, для Путина, в общем-то, сейчас переговоры были бы приемлемым выходом, особенно, если бы удалось добазариться, или простым языком, до приемлемого какого-то промежуточного результата. Я сразу скажу, что если завтра они сядут за стол переговоров и решат, вот это вот мы на счетах отдаем, вот это оставляем, вот так вот делаем, вот так вот маневрируем, это лишь будет прелюдия к следующей войне. Потому что ни одна, ни другая страна уже не удовлетворится. никаким результатом. Вот мне так кажется, что не удовлетворится, и поэтому судя... Нет, погоди, давай так переформулирую, нет того переговорного результата, который устроил бы обе стороны. Абсолютно. Для предъявления внутри. Абсолютно. Внутри, да и вовне тоже. Поэтому возможно только перемирь. Можно его называть вечным миром, но это будет по сути перемирь. А значит, а значит, в конечном счете произойдет война до победного конца. Чей конец будет победный? Одному Богу известно. Все-таки вот мы людям хотим дать какую-то картину происходящего. Путин приглашает переговором или нет? Ты мне вот четко скажи твое впечатление. Или мне померещилось? Да. Так нет, это же было, это если не ошибаюсь и Лавров сказал, что мы готовы в любой момент к переговорам на Зеленский не хочет. Это же из песни слова не вырежешь, не выкинешь. Да. Ну вот сейчас вот таких понуждений к переговорам помимо критической инфраструктуры добавилось еще опять вот этот ядерный фактор, ядерная доктрина, которая говорит о том, что в случае значит угрозы существованию страны, вторжения на территорию, ударом по ее территории, Россия вправе применить тактическое ядерное оружие. Вот этот исход, во-первых, это понятно, что это понуждение к переговорам, и Путин сказал, всех предупредил, что это не блеф, хотя обычно в таких случаях предупреждать не принято. Понятно, что вероятность такого сценария выросла, сильно, не сильно там другой разговор. Опять-таки, поделюсь своим ощущением, которое базируется отчасти на интуиции, но и на вполне рациональных доводах, что этого не будет. Разделяешь или нет? Я даже не имею в виду вот это вот заявление Ходжеса о том, что если вы, то мы и так далее. Добавился с давным генералом. Ходжес, это друзья, бывшие командующие с попутным контингентом в Европе. Ну, такой злой полицейский, который вот озвучил информацию о том, что если вдруг, давай зрителям объясним, не все же так за лентой следят, как мы в России применим тактическое ядерное оружие, мы ответим ударом и уничтожением Черноморского флота, но я так думаю, там еще вместе с этим ударом какой-то ультиматум будет тоже, потому что вот мне еще показалось, что Лавров-то не просто так, ему все-таки дали визу и съездил он в Соединенные Государства Америки. Это обычная вещь дипломатической практики, когда стороны обмениваются такими, знаешь, неформальными протоколами о намерении. Если вы то, то мы то, а если вы это, то мы тогда вот это. Вот злые языки говорят, что ему такую дорожную карту вручили. И мне кажется, это тоже довод такой против все-таки того, что какой-то ядерный грибок вырастет. небольшого размера на зоне военных действий. уже выросло и возмужало поколение военачальников, которые лишены страха перед ядерной если предыдущие поколения этот страх испытывало и все прекрасно понимали, что где проходит красный там, где есть угроза реального применения ядерного это это ни для кого не приемлемо. Сегодня ситуация другая. Там очень можно много объяснять почему. В частности, например, очень сильно расширился ядерный путь. В частности, к вопросу принятия решений стали допущены люди, которых может быть не стоило допускать даже пасти козу. Такое тоже бывает. Не только. Толь, чуть ближе к микрофону оценил твою эронию. Вдруг ее кто-то не услышал. Я буду переживать. Еще раз говорю, вот эта вся неприятность в том, что вот этот вот инстинктивный именно страх уступил место холодному и как им кажется верному расчету. Что в общем применить ну как минимум тактическое ядерное оружие в общем как бы можно. Вот это довольно страшно, потому что многие так считают, и я в том числе, нельзя быть немножко беременным. Если ты взорвешь тактический ядерный заряд, то через очень короткое время в дело вступит в стратегическое последует все следующие ступени эскалации. Вот. И это конечно очень сильно напрягает, они не боятся. Приведу пример, когда взорвали два ядерных заряда в Хиросиме и Нагасаке, дело было новое для всех, и в Советском Союзе поначалу. Не очень-то и испугались. Потому что дело новое, ну, бог, вы знаете, взорвали. Вот. Да у нас даже спецы туда съездили по приглашению американцев. Американцы хотели произвести впечатление Носифа Виссарионовича. На всех они хотели. Да, 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 но при каких-то дипломатических контактах Сталин сделал вид, что он не впечатлен, скажем так, и вообще как будто это какая-то второстепенная вещь, ну, просто мощная бомба и все. Но он, конечно, придуривался, да, в это время полным ходом шли работы под руководством Берии, да. Они шли работы, но еще там до результатов было далеко, и многие последствия ядерных взрывов просто были не изучены никем. Никем. Ну, совсем было новое дело. Я могу просто сказать, что в 50-е годы в течение короткого времени приделив допустимые дозы два раза увеличились на порядок. То есть, уменьшались. Два раза на порядок. То есть, ну, не страшно было. Пьер и Мария Кюри урановую руду грузили голыми руками. Не было еще знаний. Сейчас другая ситуация. в общем-то знания есть, но у меня опасение, что у людей, как сейчас говорят, принимающих решения, этих знаний как бы нет. Ну, я не знаю. Прошли где-то мимо. Все знают, что да, ядерные бомбы, мощная радиация существует, но, мол, ничего. Что это такое а-ля натурель сегодня представляют себе в основном только специалистами. Это сбрасывать со счетов не стоит. Вот такую некоторую самоуспокоенность, ну, бомба, ядерная ну, да. Ну, вот это пугает. Вот это пугает. Так вот такой меня пугает, что вот в ответ на это пугание с той стороны никто не встал ни в какую переговорную позицию. Ну, то есть, вот по-прежнему на очередную эскалацию отвечают эскалации. А им есть чем ответить. От экономических мер до... Ты знаешь, я слышал довольно-таки такой успокаивающий прогноз Бориса Пастухова. Он склонился к точке зрения, что в ответ на тактический ядерный удар по территории Украины Запад не ответит стратегическим ядерным ударом. Но это была хорошая часть, это были хорошие новости, плохие новости. Заключается в том, что барьер с внешним миром тогда станет тотальным. И к нему присоединятся даже Индия и Китай. Их просто сломают. Ну, то есть, просто скажут там, ребят, ну, видите, совсем тут все плохо. дальше ехать некуда, поэтому отгораживаемся, как вот чем новый барак. И не могу тебе сказать, что этот сценарий будет сильно лучше, чем какая-то там роза ветровка, которая небольшие дозы там куда-то, может быть, принесет. То есть, ну, тут хороших вариантов вообще не просматривается, но с точки зрения их готовности ответить на эскалацию, эскалацию. У тебя такое же впечатление? По-моему, они что-то там не это. Нет. Они что-то там не устрашились. У тебя резкость пропала, я хочу, чтобы зрители тебя хорошо видели. У тебя резкость пропала, код прошел, видимо, что-то сдвинул. Ну, сейчас она наладится. Тут, между прочим, знаешь, вот Баглаев сказал одну такую вещь, она меня очень задела, ведь историю это пишут победители, в итоге. И, ну, он так, знаешь, очень так, он человек очень умудренный, достаточно дипломатичный, ну, в общем, он как-то так в силу сложившегося соотношения сил в этом конфликте, он как-то так, он не испытывает особого энтузиазма по части победы России. И он сказал о том, что нынешнее руководство, оно точно рискует всем в этой ситуации. вот это меня поразило, что я, как мы все, каждый себе, наверное, конструирует Путин. Ну, образ, модель, ну, мы анонимно и заочно все с ним взаимодействуем, как с главой государства, вот, обреченным безграничными полномочиями, вот себе его конструили. вот в этой конструкции, моей конструкции Путина был прагматизм, осторожность, корысть, там, я не знаю, но вот склонности вот этой вот а-а-а, значит, вабанк. Вот не было в этой модели. Их здесь, и, видимо, у многих также. А вдруг выяснилось, что вот, пожалуйста, под старость лет, возможно, имея желание вписать свою, так сказать, биографию, аналогию. Не-не-не, не соглашусь с этим. Не убеждаю меня. Но реально вабанк. Нет ничего такого. Нет, это ситуация, ты знаешь как, это ситуация, это цубцванг. То есть, ну, я уже всем говорил, что я там имперец еще побольше, чем Путин. Только у меня моя империя, она другая. Она не на территориальном нарративе основана. Она основана на том, что вот как Китай, да, значит, если мы дурака бы не валяли, не занимались бы там платонами, монетизациями льгот, а все делали для того, чтобы страна динамично развивалась экономически. Развивала все институты. Друзья, я говорю банальная вещь, ради бога, простите. Просто я с удивлением понимаю, что многие этого не понимают. Тогда боево сейчас не потребуется. Ну, а вот сейчас, когда, так сказать, значит, я вот тут, мне Ира Некрасова, наш обаятельнейший, наш с тобой доверенный редактор, прислала какое-то видео, как на призывном участке в Дагестане женщина говорит, вот, это война, а ей какой-то мужчина отвечает, нет, это не война, это политик. Вот, понимаешь, ну, тут много политической подоплеки, вообще много накопилось вопросов, на которых я не вижу удовлетворительных объяснений, но мы с тобой, давай, чтобы у зрителей все-таки было целостное какое-то впечатление. Вот что касается, если вдруг вот этот вот грибок, не дай бог, конечно, где-то вырасти, в районе театра военных действий, что будет с внутренней стабильностью в стране? Мне кажется, что все, она на этом закончится. Подтверждаешь мое впечатление? Ты знаешь, я думаю, что внутренняя стабильность в стране может закончиться и без ядерного грибка над театром Советской Армии. Само собой. На самом деле, вабан, он же не в одном в чем-то... А почему-то, что значит вабанг? А почему? Ну, это же как покер, да? Политика. Или царь, или пан, или пропал. Вот сейчас игра какая идёт. Ну, у него хороших сценариев нет. Да, но вместе с тем, ну, я не думаю, что ему инстинкты отказали. У него все-таки есть семья, там, дети, там, и так далее. Дети, которых он называет эти женщины? Это, да, неважно. Мы же не знаем сентиментально, подоплёку его отношений с детьми. Вот эта эскалация, она имеет определённый предел. И если бы, так сказать, я бы его не видел, я бы и не говорил. Но я просто не хочу там какие-то вещи говорить, что называется. Мы же сейчас всё-таки в паблике. Да, у меня есть основания так полагать, что в какой-то момент Путин скажет пас. Ну, то есть, дальше ставки, ну, очевидно, что он и на мобилизацию, ты видишь, я же говорю, он тянул, он понимал все риски. Понимаешь, сломан же социальный контракт, по сути. Да. То есть, вот, ни много, ни мало только, но он сломан, да, то есть, раньше это вот там война по телевизору, можно там было сколько угодно, там, везде там Z рисовать. Сейчас я, кстати, что-то их совсем не вижу в последнее время, вот эти символики. Ну, вот, но это большой риск. И вот, помнишь, знаменитый исторический, ну, может быть, это байка, скорее всего, правда, по-моему, Мухин мне об этом рассказывал, что в 16-м году Николая Второго спросили, как вы собираетесь возвращать доверие подданным? А Николай на это ответил. А почему вы не спросите, как подданным вернуть мое доверие? То есть, вот, намечается этот раскол, потому что, ну, мы не подписывались, да? Я, может быть, что-то путаю. Я могу добавить, только что, мы вообще не подписывались. Мы, ни подо что подобное не подписывались. Другое дело, что у Путин, как, так сказать, властитель, он ведет какие-то политические игры, ведет какие-то военные действия, как продолжение политики, такие, локальные, ограниченные, их ведут не только наши страны, и разные другие страны ведут, вот, но с чего мы взяли, что это какой-то социальный контракт контракт с нами. Просто так удобнее им. А вот теперь, вот, фишка по-другому легла. Но мы не игроки, мы, мы фишки. Играют, Том, играют другие люди. Ну, это что? Мы здесь, вот, на зеленой... Ну, смотри, ты очень важную вещь сказал, мы фишки, но люди-то себя фишками считать не готовы, то есть, вот, поскольку социальный контракт, этот контракт сломан, и в ситуации, когда возникает непосредственная угроза твоей жизни, она возникает, то ли вот в результате ты там на поле боя голову сложишь, то ли, значит, будет эскалация ядерна, то ли, значит, это будет изоляция, и в мирное время люди же тоже гибнут, да, то есть, я на это уже, наверное, зрители Москомина набил, вот это вот выступление Фурсова, помнишь, знаменитое, 10 месяцев назад закрытый доклад мировых элит. В 20% людей погибает в, значит, в течение, ну, более-менее протяженного, вот как в Великой Депрессии экономического кризиса. Люди, только они в комнате он как свои гибнут, они не на поле боя, не истекая кровью. Может быть, это еще ужаснее, кстати. На миру-то может быть смерть красна, хотя, что так, что так, неважно. И в этом смысле терять становится нечего. Если раньше выбирали не то, что между стабильностью, но хотя бы условного спокойствия и сходить там, получить дубинкой куда-то, то сейчас-то между чем и чем выбирать? Куда ни кинь, везде клин. И мобилизация в этом смысле, я говорю, поэтому Путин с ней тянул, это очень рискованное решение. Очень. Ну, видимо, уже загнан в угол. Он игрок, а мы-то что? Мы лежим на зеленом сукне и нами играем. Ну, нам не нравится, что нами играют плохо. Могли бы играть хуже, но кто спрашивает, бубнового валета нравится ему или не нравится. Ну, как любая аналогия, эта аналогия хромает, я же тебе говорю, в какой-то момент этот валет может обрести субъектность, да, и вы... но пока что вот признаков этой субъектности нет. Может быть, когда они, как в семнадцатом году, бабы в булочной в Питере заголосят, что не подвезли хлеба, солдаты-резервисты, резервисты... объявили военное положение, да, 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 и поедут на трамвае, я напомню, как это было, поедут на трамвае, бродили, матросы. А может быть, эту ситуацию не знают люди так подробно? Вот можешь в двух словах рассказать, как там все дело? Там же не только из-за наших женщин героических дел было. Объявили военное положение, да, в результате чего? Директория, которую по ошибке все время называют временным правительством, директория Керенского, которая объявлена была в сентябре вместе с Российской Республикой, Республикой с сентября 17-го года, вот, наделал много разных дел. А дальше читаем Ленина признаки революционной ситуации, среди которых в том числе непопулярная проигранная война. Причем, даже не важно, проиграна она или нет. Вот у нужной части граждан вот в тот момент сложилось впечатление, что она проиграна. И они вышли из своих казарм ведомые, в общем, единственной политической силой, которая в тот момент не растерялась и не навалила в штаны, чтобы взять власть. удержать эту власть было, опять же, цитата Ленина, удержать его было гораздо труднее, чем взять. Вот, дальше мы знаем, что было, была гражданская война и все такое прочее. Сейчас у нас признаки революционной ситуации не всем улицу. Например, у нас нет выраженного, заметного обнищания массы. Причем, насколько точен Ленина, нищета, с нищетой рождение человек сживается и живется, а именно обнищание. Сначала ты жил хорошо, а потом друг достаточно быстро стал нищим. Вот это раздражает и заставляет что-то делать. Сейчас пока нет. Может быть... Но с другой стороны, понимаешь, тренд тяжело же не видеть. законы истории они такие же чугунные, как законы физики. Они не умеют решаться. Действие рождает противодействие. Дальше все там... Может произойти и достаточно быстро, особенно когда вдруг может сильно обвалиться платежеспособность рубля, которому сегодня неизвестно, чем рубля без печи. Вообще неизвестно. Что это за зверь? Вообще непонятно. Это не деньги, это платежное средство, прежде всего. А сколько там функций денег, то есть средства накопления, средства платежами. Как средства накопления. Средства накопления смешно говорили. инвестирования просто смешно. То есть это расчетные знаки такие. Мера стоимости та же так себе, сколько он будет стоить завтра. Вообще никто не знает. Платежное средство. Главное в чем измерять рубль? В стоптанных сапогах, в яйцах, в чем? Ну, попугаях. Он сам по себе вот рубль. Вот я центробанк, он делает рубль. На Биулина там правда во вставку собралась или пугает нас? Я слышал, что она просилась, но ей очень твердо, насколько мне это известно, очень твердо сказали, что соскочить не получится. Выход в окно. Скажи мне такую вещь, соскочить не получится. Вот у меня такое впечатление, что вот эти эйвы там наверху, как Алла Борисовна пела в своем бессмертном шлягере, они о стратегии стараются вообще не думать, потому что это парализует просто. Я вот это вижу. Вот они реально, все решения я вижу, это тактика с очень таким близким горизонтом. О стратегии стараются не думать, потому что им стратегически это все как-то... Есть такое выражение в русском языке, очень известно, ограниченный человек. Ограниченный человек это не дурак, это не глупый человек, это человек, который до определенного уровня может иметь даже очень шустрый рассудок и умным быть и в общем организованным и так далее. Но вот есть потолок, выше которого у этого человека глаза не поднимаются. Вот не поднимаются и все. И дальше, как технари очень любят говорить, дальше это философность. Вот это к сожалению нами сегодня руководят люди с таким потолком. Даже не важно сколько это. 220 или 270 этот потолок. Важен факт, что он есть. Если, допустим, в истории, кто остался в истории, в истории остались руководители, у которых этого потолка нет. У них могли быть любые другие недостатки. Но потолка у Наполеона не было. Потолка у Ленина не было. Пожалуй, и у Сталина не было. Вот этот важный момент. Очень хорошо, когда у исполнителя среднего звена хорошо работает башка до определенного уровня. Четкий, исполнительный, надежный, гарантированный, толковый. О, хорошо. А на высшем уровне требуются другие качества. и дальше цитата из любимого фильма про Штирлица. Нижний чин, выкрывший офицерские, генеральские сапогидеры. Я, знаешь, вот философский вопрос. Ты вот сказал какое-то слово, и оно меня, по-моему, ты империя сказал слово или нет? Или это я сказал? Мы оба его произносили. Произносили. Что-то я вот, что-то у меня внимание зацепилось. Я тебе хочу сказать, так не для того, чтобы поумничать, а вот на самом деле, мне кажется, это довольно глубокая мысль. И весьма интересно мне, чтобы ты ее спровоцировал на нынешнее положение России. Вот, как известно, есть три вида власти. Это вот я такую, если позволишь, римскую тебе приведу их классификацию, потому что есть много всяких от себя тем, там от Макса Вейбера есть там, определение классиков, но у меня вот римская нравится, это по тестам или по тестам власть должности или власть закона, власть чиновника. Империум, ну это, в общем, почти то же самое, только воинская власть какого-то военачального. И акторитас, это власть харизмы, личности, авторитета. то есть вот римские императоры, они были, конечно, в первую очередь не по тестам, они были империум плюс акторитис, да, то есть, как правило, это были харизматичные люди, кстати, в этом плане, я тут недавно Клима Жукова слышал, он там так потешался над, значит, сценаристами всеми любимого нами фильма «Гладиатор» с Расселом Кроу. Ну, то есть, там был момент ненаучной фантастики, как когда какой-то команд заявился в Легион, выкрал там военачальника, казнил его. И Жуков, а я ему доверяю абсолютно, то есть, его специализация военная история, он так прихохатывал, ребят, ну, это просто, понимаете, там бы императора бы на куски порезали за то, чтобы он значит, на воинского начальника, то есть, солдаты находились под власть Акторитес, прежде всего, империум, это как бы, то есть, они с этим человеком шли на смерть, он там не прятался, он там вместе с ними выдерживал лучный обстрел, он ел с ними из одного котла, понимаешь, да, уже я смотрю, к чему я клоню. Конечно. Да, но вот сейчас вот это вот, значит, сейчас современный властитель, это подестас, никакого Акторитес я не наблюдаю вообще. Ну, на самом деле, я подумаю, что как только военачальник, ну, скажем так, варлорд, да, такой военачальник властитель, когда соединяется в военные гражданские теряет харизму, он теряет свою позицию военную. Но, в принципе, та же фигня и с гражданским чиновником. Вот, опять же, мой любимый пример наш в Советский Союз, где, строго говоря, ведь не было должности главного начальника. Ленин был предсовнаркома, глава цикла Свердлов формально был высшим по должности, но все понимают, что лидером был Ленин, а не Свердлов. У Ленина как у мощного роутера, у него Свердлова хватало на одну комнату, а Ленина на всю усадьбу. Берем товарища Троцкого после смерти. О, ну это чисто акторитус. Он был главарем военсовета. Что такое военсовет? Кстати говоря, самая ценная должность китайского руководителя это аналогичная должность военном правительстве. Ладно, он потерял, но он в какой-то момент потерял вот контроль за этой ситуацией и потерял все. Сталин. А какую должность занимал Сталин особенно в конце жизни? Я могу сказать, он был по-моему председателем Федерации Шахмат и все. Он Сталином работал. Он работал Сталином. А и так далее и тому подобное. Когда начал рушиться Советский Союз? Когда человек, явно не обладавший этими какими-то выдающимися качествами, влияющими подданных, решил узаконить статус. Вот узаконить статус и после провозглашения должности президента СССР Советский Союз просуществовал меньше года. Потому что поддэстус в моей классификации. Это раствор между кирпичами. Великий император, лидер и вождь превратился в главного чиновника. И тут же у всех возник вопрос. Я немного злоупотребляю твоим временем, и я так думаю, что нам не надо этот выпуск делить на две части. Я думаю, что мы с тобой посиделки, как и договаривались, введем в такой постоянный жанр. И повторюсь, друзья, я вот сейчас просто даже не знаю, с кем разговаривать, кто способен себя держать в руках. Во всяком случае, ладно, себя-то я пока контролирую. И вот с Анатолием Юрьевичем мы, видите, как такие психически устойчивые люди. Я поэтому чуть-чуть буду закруглять нашу... Мне бы хотелось все-таки как-то на позитивной ноте закончить. Скажу сейчас банальные общие слова. Любая война, например, тотально ядерная, заканчивается переговором. Мне сейчас трудно себе это представить, таких разных людей, как Путин и Зеленский, Байден и, значит, европейские лидеры с очень разными вводами, которые постоянно меняются не в сторону России. Мне себе трудно представить этот переговорный стол. Ну, фантазии не хватает. Тем не менее, Дима Демушкин, наш с тобой общезнакомый, кстати, вот я хочу сказать, что, пожалуй, во всем медийном пространстве именно ему надо отдать пальму перенства в политических прогнозах. Как правило, вот он, у него процент попадания наибольший. Он все-таки как-то говорил, что, значит, зимой или весной или как-то стороны вымахаются, да, не знаю, правда, что он имел в виду, английский еще даже не начинался, вот, но возникнет некая такая ресурсная точка равновесия, навалится усталость, потому что, ну, долго драться это трудно, и может быть, что-то наконец-то начнет в нашей жизни налаживаться, потому что, так как мы живем, но это не жизнь, повторюсь, да, люди не понимают, а зачем они этим занимаются, каждый день плохие новости, вот ты видишь какой-то такой вот сценарий, какой-то, ну, вот, не в тактическое ядерное оружие, после чего все вообще становится непредсказуемо, значит, самый определенный вариант это обмен стратегическими ядерными ударами всех интересующихся, отсылай к нашему эфиру с Красновым, там все подробно про это пояснено, вот, но давай верить в жизнь, да, ты же любишь жизнь, я жизнь люблю, и наши зрители, да, ну, вот как-то императив жизни мы не подвергаем никакому сомнению, вот, попытайся нарисовать вот какой-то политический сценарий, как опытный политический журналист, где бы как-то что-то мы бы начали постепенно выбираться с тропы войны на тропы мира, что это может быть? В последние двадцать с лишним лет власть прекрасно обходилась без народа. Прекрасно обходилась. Но в условиях настоящей серьезной войны хочешь ты, не хочешь, а адресоваться ты будешь к народу, который является вот этой вот главной содержательной частью. Хочешь, не хочешь, тяжелая большая война приведет к некоторой демократизации отношений. Внутри армии, потому что внутри армии вот эта вот система «я начальник, ты дурак» очень хорошо работает в мирное время, а на войне не работает. такая же ситуация специальной военной операции тоже не работает. Я говорю об обстрактной войне. Конечно, войне как понятие. Я тебя оберегаю от Роскомнадзора. Я тоже понимаю, это понятие. Мир, война, ну, у меня что Полстой написал роман «Война и спецоперации», вернее, «Мир и спецоперации и мир». Мы здесь вот это может быть позитивной вещей. В чем тут фишка? Человек, который воюет, человек, который рискует жизнью и совершает какие-то подвиги, маленькие, большие, совершает обязательно, он не может не приобретать самоуважение. В том числе и в отношениях с начальствующими. не значит, что он будет им хамить и писать на сапоги. Но самоуважение, и это самоуважение его в этих отношениях, оно передается и начальствующим, потому что они, строго говоря, в том же положении. Вот как тот пример с императором и его армией, когда они едят из одного котла. Если император и армия не едят из одного котла, армия очень сильно теряют боеспособности. Если ты не видишь, что твой командир вот он. Как командир легиона назывался легат? Генерал первый. Генерал нет, это перевод слова легат. Легат командир легиона, потом это стал большой начальник. Например, у папы нет никаких легионов и дивизий, а легаты есть. Большой начальник, как Чукчук говорит. Большой начальник, орел, его есть за что уважать, его есть почему слушать. Тогда нормально. Тогда это уже какие-то понятные человеческие взаимные отношения. Если перед тобой дундук, который умеет только орать и жрать водку, во-первых, он долго в этой позиции начальствующего не просидит. Или снимут, или помрет естественным путем. Поэтому вот как ни странно, вот этот вот нечеловеческий, ненормальный процесс, которым является война, он может привести к нормализации отношений внутри присутствия относительной может быть. То есть некая такая протодемократия. Первая демократия какая была военная. Она с этого началась, с военной демократии. Еще там в сильно лысые времена. Ну так что? С чего я начал? Давай этим и закончим. Вот это желание русских видеть мир в огне. Это же понимаешь, что это такая философская вещь, потому что это даже теория перинатальной матрицы. Тебе у мамы хорошо, ты маму покинул, плохо, мир несправедлив, значит надо быстрее его уничтожить, этот мир, вернуться в царство духа. все-таки поклепает по-моему на русский народ. Я понимаю, что сейчас после 24 числа философская концепция русского мира сильно-сильно пооблеклась, с нее посыпалась вся позолота, обсыпалась. Но я в обычных людях, с которыми я общаюсь, я вижу много жажды жизни. И сейчас вот мне моя дочь сказала, да что ж такое, мне там 32 года и что это такое, папа? Я говорю, доченька, я виноват, это из-за меня в том числе. Ну вот, если можешь, прости, я все сделаю для того, чтобы твоя жизнь наладить. Что скажешь? Да что сказать, во-первых, что Андропов сказал как-то, мы не знаем страны, в которой живем. Мы не знаем народа, к которому относятся. Потому что и русский даже народ настолько не един и настолько сложен, очень большой, очень многообразный, что его вот так вот под одну гребенку очень трудно подвести. я знаю, что есть умозрительный образ такого русского мужика с такой бородой до причинного места, который там вот ремушки. Нет, нет такого. Но есть много других разных, и они все русские. даже не обязательно русских национальностей, не обязательно по крови. Есть огромное количество и в нашей истории, и в нашей сегодняшней действительности людей вообще ни разу не русских по крови, но тем не менее вот как бы так сказать находящихся в основе русского народа, как я не знаю, Татарин Кутузов или Грузин Пократион там, я не знаю. И не только с нами, не только с русскими, совершенно не только. Та же самая история и с германцами, и с французами, и с британцами куда там. Это такая нормальная ситуация. Возможно, что тяжелые испытания мы перешли в эпоху тяжелых испытаний, они заставят нас лучше понимать себя. Ну, просто для того, чтобы выжить среди своего народа. Золотые слова. Лучше понимать себя абсолютно. Вот с точку. Разобраться со всеми вот этими шлаками пропагандистскими, вот этой потреблятством с этим. Вот все это вымести из себя, воспользовавшись этой ситуацией. А времена они тяжелые. Но это очень странно было бы прожить жизнь и не оказаться в тяжелом времени. У нас в истории такого не было. Бывают постоянно тяжелые жизни. Ну что, теперь наша очередь. Да? Но все-таки ты произнес в общем и целом моду за жизнь. То есть без особых, без безрозовых таких оттенков. Сейчас экстремизм будет процитировать Расторгуева, давай за жизнь будет проклят и война. Стехотворные строчки из его песни. Что все прицепились к этой войне? Война это одна из форм существования общества. Ну как? Ну так. Понимаешь, сейчас какому-то парню, который мобилизационное предписание получил, ему от этого не легче. Не легче. Что это издревле, внутреннее напряжение полюса выталкивалось вовне. Ну вот это всяк говорильник, понимаешь, ему как-то... Ну это правда, ты же говорил сам, что общественные законы и закономерности ничем принципиально не отличаются от таких же законов физики, химии, или нет. Понимаешь, какая штука, вот не хотел об этом говорить, Рыдьяр Киплинг, он же был не последний человек, да, британский, монархия, да, такой весьма высокопоставленный, когда случилась Первая мировая война, он же настоял, чтобы его сын шел в армию, а у него были медицинские показания, противопоказания, вернее, от армейской службы. И он, используя все свое влияние, добился, сын на войне погиб, для Киплинга это было величайшим потрясением, и знаешь, он написал на могиле своего сына какую эпитафию? Нет, кстати, не знаю. Если вас кто-то спросит, почему бы мы умерли, ответьте им, потому что наши отцы нам угали. Что касается лжи отцов, здесь я с себя ответственность не снимаю, и с себя тоже. Но с власть придержащих снимать ответственность это глупо просто. Наоборот, с них надо постоянно требовать, что у нас, кстати говоря, не принято, а на самом деле надо постоянно подозревать власть и представителей власти во всяких неприличных, нехороших вещах. Это подозрение, оно очень полезно для общества. Это мой очень хороший товарищ, Сережа Резин, когда он сидел в тюрьме, простовский журналист, ростовский известный, два срока подряд. Он как-то ну из первой же звонят. Мы тут воспринимаем все как квест. Приговор квест, дерьма квест, канцер. Вот так. Это легче. Это легче. Ну вот. Друзья, так что этот квест мы пройдем с вами все вместе. Мы остаемся с вами, никуда не уезжаем. Это был Анатолий Баранов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы эфир посмотрели. Мне кажется, он того стоит. Хороший, дружеский, доверительный разговор. Анатолий Юрьевич, я тебя благодарю. Будьте здоровы. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok